Привет! Как можно с невозмутивым лицом проворачивать подобное? Всё просто. У этой девушки, вероятно, синдром Эллерса-Данлоса, при нём в организме не вырабатывается коллаген, из-за чего кожа, кости и прочие ткани становятся гиперэластичными. Так что приходи уже в себя и едем дальше. Когда вся тачка уже протюнингована и хвастаться уже вроде бы нечем, время вспомнить про диски. Оказывается, их тоже можно превратить в настоящее произведение искусства. Только посмотри, что творит этот чёртов гений из Аризоны. Кто бы мог подумать, что грабюры могут выглядеть настолько круто? Вряд ли ты был бы рад встретить такого красавца во время дайвинга, правда? Что ж, можешь выдыхать спокойно, ты его и не встретишь. Эта рыба обитает на огромных глубинах от 500 до 800 метров. Зовут её малоротая макропина, и ты уже мог заметить, что лоб у неё прозрачный. Учёные предполагают, что эта особенность нужна рыбам для охоты. Дело в том, что глаза у макропины тоже непростые. Они могут перемещаться из вертикального положения в горизонтальное и наоборот. А значит, рыба может заметить добычу, даже если плавает над или под ней. Видел когда-нибудь, как выглядит планировка дома от дизайнера? Не то чтобы очень впечатляюще. Другое дело, когда с помощью современного ПО можно взять и прогуляться по своей будущей квартире, хотя в ней ещё даже ремонт не начинали. Ты бы наверняка здорово испугался, увидев такой аниматроник. Вот и другие птицы тоже пугаются. Но в этом и есть цель. Этого летающего робота построили, чтобы отпугивать пернатых во взлётных зонах. Все же знают, как нежелательны подобные столкновения для самолётов. Ну и самих птиц, естественно. Ничего не напоминает? Подумай хорошенько. Перед тобой 3D-версия уникального здания Flat Iron Building, расположенного на Манхэттене. Это, кстати, один из первых небоскрёбов во всём Нью-Йорке. Этот туалет, установленный высоко в горах Кавказа, местные называют вечным. Рискнул бы проверить, так ли это на самом деле. Для тех, кто вечно торопится и ненавидит Smalltalk, придумали идеальный салон маникюра. Там его делает робот. Вся процедура занимает в среднем 10 минут. И не стоит переживать, что лак попадёт куда не надо. Перед покраской каждого ногтя машина тщательно сканирует поверхность, определяя площадь и толщину покрытия. А самое приятное, в таких салонах запись никогда не будет забита на месяц вперёд. Слышал когда-нибудь про такую технологию, как синематографика? Этот оптический эффект с использованием параллельных полос открыли ещё в начале прошлого века. С тех пор уже придумали цветное кино и 3D-анимацию, но трюк с полосочками всё ещё вызывает у любого зрителя детский восторг. Пожалуй, для учителя физики или учёного сложно представить лучший подарок на Рождество. Если бы пассажиров Титаника эвакуировали так же круто, как работников нефтяных станций, может, окончание этой истории было бы совсем другим. Смотри, как всё устроено. Сначала специальная конструкция с длинным рукавом спускается с платформы на воду, потом превращается в закрытую шлюпку, ну а затем, видимо, отправляется в свободное плавание до прибытия спасателей. Как насчёт нового челленджа? Прийти на первое свидание с таким маникюром? Если когда-нибудь будешь погружаться в виртуальную реальность, убедись, что за тобой точно никто не наблюдает. Впрочем, этот процесс выглядит так кайфово, что не всё ли равно, кто там о чём подумает. Если не хочешь, чтобы в твою квартиру вдруг ворвались Алисия Сьера с крошечной булавкой, рекомендуем установить на двери вот такие замки. Они срабатывают только при считывании отпечатков пальцев владельца. А ещё такой замок можно просто разблокировать смартфоном, но есть подозрение, что профессора и команду даже такое бы не остановило. Внимание, сейчас ты увидишь самый хардкорный педикюр в жизни. А для начала посмотри, что может произойти с копытами мула, если за ними не ухаживать. Стоит ли говорить, что в таком запущенном случае животное не то, что не может нормально бегать. Даже ходить ему и то даётся с трудом. Поэтому не остаётся ничего иного, как вооружиться специальными инструментами и чистить копыта вот таким жёстким способом. А чтобы до такого не доводить, мулов, как и лошадей, рекомендуют долго не держать в стойле, обязательно подковывать и регулярно показывать специалистам. Кстати, про физику. Знаешь, на что способен вот такой ПИТ-регулятор, сделанный своими руками? Кладёшь на него железный шарик, и платформа сама не даёт ему упасть на стол. Чтобы такую смастерить, придётся не только покопаться в деталях, но ещё и написать специальный программный код. Но всё это, конечно, не только ради небольшого эксперимента с шариком. Эту технологию можно использовать в множестве отраслей. Например, взять миниатюру гоночной тачки из Формулы-1 и управлять её виртуальным прототипом из видеоигры. Вот что бывает, когда в Майнкрафт играют взрослые мальчики-изобретатели. Важное замечание. Свинья не только максимально похожа на героиню игры, так ещё и ведёт себя точно так же. Передвигаться она будет только если всадник будет держать перед её носом огромную морковь. Такую фичу парню удалось внедрить благодаря встроенной в морду камере с функцией распознавания объектов. Качество звучания гитары зависит прежде всего от древесины. Правда да ничего подобного. Самое главное — уметь играть. А из чего сделана дека — дело десятое, и так говорят многие знатоки. Вот изобретатель Франсуа Баше решил вообще не париться и придумать надувную гитару, которая в руках профессионалов звучит просто отлично. Как ты думаешь, что сейчас произойдёт? Серьёзный вред это существо вряд ли причинит, а вот напугать может жёстко. Это, кстати, гигантская тридакна — один из самых больших моллюсков на Земле, который ещё и умеет откладывать не имеющий никакой ценности жемчуг. Забавный факт. Поджечь бутылку с водой или картонный стаканчик с помощью лазера сложнее, чем алюминиевую банку. Всё потому, что металл лучше поглощает энергию. Такой аттракцион ты найдёшь только в парке развлечений «Балантис». Он называется «Проклятие фараона» и расположен недалеко от центра Лейпцига. Итак, сначала ты садишься в надувную лодку в компании ещё семи человек, потом скатываешься в ней по горке с 30-метровой высоты почти под прямым углом. И, наконец, попадаешь в уникальный водоворот, где тебе как следует пощекочить нервишки. Неудивительно, что пускает на такой хардкорный аттракцион только подростков и взрослых. Рост посетителей должен быть не менее 140 сантиметров. Оказывается, у голландцев своё понимание прыжков с шестом. Там есть такой вид спорта. Поль Стокфер Спринген. Он появился ещё в 18 веке и жив до сих пор. Суть в том, чтобы преодолеть с помощью шеста максимальное расстояние. Но сначала взбираясь по нему, и лишь потом отталкиваясь для прыжка. Этот милашка похож на какого-то нового персонажа Пиксар, правда? Неудивительно, что дети от него в восторге. Тем более, что этот робот не просто очаровательно выглядит, он ещё и может заменить им няню. Мокси умеет болтать с детьми, словно живой. Он шутит, раздаёт загадки и челленджи. А ещё он поможет не только выучить уроки, но и лучше понимать собственные эмоции или успокоиться в нервной ситуации. А ты тоже не ходишь в библиотеку, потому что боишься строгих бабушек-администраторов? Вот в Китае таких проблем нет. Там можно просто положить прочитанную книгу на ленту, и роботы сами вернут её на нужную полку в зале. Кажется, эти чуваки снова оказались в 2050-м. Кажется, что эти ребята добывают здесь золото, нефть или что-то вроде того. Но на самом деле они охотятся за этим. Да, моллюск гуэдак тоже довольно ценный, к тому же один из самых долгоживущих. Прожить полтора века для него обычное дело, а добывает его таким странным образом потому, что он обитает глубоко под землёй. Мясо гуэдака довольно жёсткое, что, впрочем, не мешает японцам, китайцам и многим американцам употреблять его в пищу. А в Японии моллюска вообще едят сырым в виде сашими. Этот парень уже целую неделю пытается слиться с симбиотом, и всё никак. Ладно, в действительности чувак исследует феромагнитную жидкость. Она сильно поляризуется в присутствии магнитного поля, вот и ведёт себя так, словно живёт отдельной жизнью. Ну а такой узор образуется из-за металлической цепочки под перчаткой на руке парня. На самом деле квартиру стоит назвать умной не тогда, когда лампочки включаются по хлопку в ладони. Вот что значит настоящее умное жилище. Одно нажатие кнопки, и в нём открываются потайные комнаты. Именно так в небольшой студии можно уместить всё, что необходимо для счастья. Если от одного взгляда на этот аттракцион во Франции голова идёт кругом, то что же чувствуют его посетители? Можно было бы подумать, что это просто Веном решил провести пару деньков на райском курорте и кое-что оставил после себя. Но на самом деле в руке этого парня обычный морской огурец. Всегда интересно посмотреть, как тренируются профессиональные спортсмены. Так вот, именно так выглядит подготовка к соревнованиям прыгунов в высоту. Только представь, насколько это сложно. Зато когда научишься вот так выталкивать себя из воды, обычный прыжок на суше покажется в сто раз легче. Странно, но эту разновидность бильярда придумали не где-нибудь в Южной Америке. Ведь это именно там, ребят, хлебом не корми, дай поиграть в футбол. Вряд ли в мире есть компания, которая производит часы роскошнее, чем The Jacob & Co. Вот этот шедевр, например, воссоздает миниатюрную модель Солнечной системы. Причем Земля здесь стоит в строго определенном месте. Знаешь почему? Да просто именно расположение нашей планеты по отношению к Солнцу – это один из тех факторов, который определил само понятие времени. Правда, стоит все это удовольствие около 350 тысяч долларов. Представь себе ситуацию. Сидишь ты вечерком дома и спокойно чилишь. Как вдруг какой-то великан в ламовой двери смотрит на тебя, издавая громкие крики. Вот примерно так чувствовал себя этот паук. Но, к слову, цель у этих ребят была благородная. Видео сняли биологи из Австралии, и на нем им впервые удалось запечатлеть уникальный вид подземного паука из семейства ктинизидовых. И, честно, мы и раньше немного опасались ехать в Австралию, а теперь и подавно. И напоследок мы тебе пожелаем лишь одного – быть по жизни таким же оригинальным, как эта лодка в парке Лос-Анджелеса. На сегодня все, приятель. Ставь лайк и не прощаемся надолго. Следующий ролик уже скоро. Редактор субтитров А.Семкин